Замесил тестом саратовский богатырь Вячеслав Максюта принял участие в российском флешмобе «Сладкое спасибо». Вместе с сыном они надели костюмы поваров и решили приготовить хлеб. Все делали своими руками, но с подсказками мастера. Сдабриваешь мукой обильно. Это необходимо для того, чтобы к рукам не приставало тесто. Так ведь? Его можно кидать вот так. Раньше, я помню, моя бабушка именно так делала, пекла хлеб. То есть ты сейчас делаешь массаж булки хлеба. Булка, конечно, получится очень хорошая, большая и очень аппетитная. А когда сам сделаешь хлеб своими руками, ты представляешь, каким удовольствием его съешь. Хотя мы, кстати, не будем есть его. Мы его подарим людям, которым этот хлеб очень-очень нужен. Так что делай все это от сердца. Это акция, в которой участвовали многие известные люди по всей стране. По условиям флешмоба нужно было приготовить пирог и в знак благодарности за добрые дела подарить его кому-нибудь. Силач выбрал свою соседку, бабушку Лилю. Ей он и вручил выпеченную буханку с пылу с жару. Заодно и пообщались на кухне. Когда пробовали хлеб, который приготовлен своими собственными руками, это, наверное, очень давно было, да? Очень давно. Мы сами там пекли хлеб, ну, держали тогда и коровы были, и свиньи, ну, все хорошо. Это не совсем давно было, то есть что-то... Ну, да. Напомню, акция «Сладкое спасибо» прошла во многих городах страны в минувшие выходные. Больше всего выпечку получили медики, которые сейчас борются с коронавирусной инфекцией.